всем привет рада приветствовать вас на своем канале вязать легко и просто сегодня покажу вам как связать вот такой чудесный узор посмотрите какой он классный объемный фактурный рельефный вот так он выглядит с лицевой стороны вот так с изнаночки отлично подойдет для украшения начала вязание можно использовать вместо резинки его можно как планочку украсить манжет рукава можно в общем здесь полет фантазии все на ваше усмотрение раппорт узора 5 петель и 4 ряда для вязания образца поворотными рядами нам необходимо набрать с вами количество петель кратная 5 плюс 2 петли для 2 петли кромочные и 3 петли для симметрии я набираю обычным способом наберу я на 2 раппорта 12 получается значит у нас 10 петель на 2 раппорта 2 кромочные и 3 для симметрии 15 петель 3 итак перед началом вязания нам необходимо с вами провязать 4 дополнительные ряда мы их провяжем один раз далее мы их вязать не будем и так первый ряд провязываем 3 изнаночные 1 2 3 2 лицевые 1 2 повторяем 3 изнаночные 1 2 3 2 лицевые и петли для симметрии их мы провязываем как 3 изнаночные кромочную провязываем изнаночные провязали разворачиваем работу второй ряд установочный кромочную снимаем и провязываем все петли изнаночными 1 то есть все петельки до конца ряда разворачиваем работу третий установочный ряд провязываем как 1 кромочную снимаем провязываем 3 изнаночные 3 изнаночные 1 2 3 2 лицевые это наш раппорт повторяем 3 изнаночные 2 лицевые и петли для симметрии 3 изнаночные 1 2 3 кромочную провязываем изнаночной провязали разворачиваем работу четвертый ряд установочный все петли изнаночными как и 2 все провязали мы 4 ряда установочных далее мы их вязать не будем уже и переходим к вязанию нашего основного узора раппорт узора у нас состоит из 5 петель и 4 рядов и так первый ряд кромочную петлю снимаем провязываем 3 изнаночные петли 1 2 3 провязали далее смотрите мы опускаемся на три ряда ниже под третью перемычку вот под нее захватываем рабочую нить вытягиваем далее 2 лицевые опять спускаемся на 3 ряда ниже под третью перемычку вот она захватываем рабочую нить вытягиваем ее и мы связали с вами раппорт повторяем 3 изнаночные 1 2 3 спускаемся на 3 ряда под третью перемычку захватываем рабочую нить вытягиваем 2 лицевые и опять спускаемся на 3 ряда вниз под третью перемычку захватываем рабочую нить и вытягиваем все провязали 2 раппорта петли для симметрии провязываем 3 изнаночные кромочную провязываем изнаночные провязали первый ряд разворачиваем работу второй ряд кромочную снимаем петли для симметрии вне раппорта мы их провязываем изнаночными 1 2 3 итак начинаем раппорт вот эту вытянутую петельку мы снимаем не провязываем нить перед работой 2 изнаночные опять вытянутую петельку снимаем не провязывая нить перед работой 3 изнаночные провязали раппорт повторяем вытянутую петлю снимаем не провязывая нить перед работой 2 изнаночные опять петлю снимаем вытянутую не провязывая нить перед работой 3 изнаночные кромочную провязываем изнаночной провязали второй раппорт разворачиваем работу третий ряд кромочную снимаем начинаем раппорт провязываем 3 изнаночные далее заводим правую спицу в 4 петли вот эти вот вытянутые 2 по краям и посерединке 2 лицевые захватываем их провязываем лицевой за заднюю стенку не снимая с левой спицы провязываем их 4 вместе лицевой за переднюю стенку все из 4 вывязали 2 и снимаем повторяем раппорт 3 изнаночные далее 4 петли лицевые провязываем вместе лицевой за заднюю стенку не снимая с левой спицы провязываем 4 вместе лицевой за переднюю стенку и снимаем из 4 вывязали 2 и петли вне раппорта петли для симметрии это 3 изнаночные петли провязанных 3 изнаночные все провязали третий ряд разворачиваем работу 4 ряд в четвертом ряду все петли провязываем изнаночными вот таким образом узор достаточно простой очень красивый я думала обязательно применить его все мы провязали четвертый ряд до конца это наш раппорт высоту далее мы повторяем с первого по четвертый ряд на необходимую высоту покажу вам еще поближе в образцах я использовала мериносовую шерсть в этом образце в 50 граммах 75 метров спицы номер 4 а в этом образце спицы также номер 4 и метраж 50 граммах 90 метров на этом все надеюсь видео вам понравилось и было полезным подписывайтесь на канал включать уведомление о новых публикациях всем всего доброго ровных 7 петелек и до новых встреч